Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня я опять пикирую свой перец и снова будем разговаривать о пикировке. Потому что это очень злободневная тема, нужно ли это делать, как правильно пикировать, особенности ухода после этой процедуры. Ведь потому что вырастить сладкий перец из семян непростая задача для начинающего огородника. Одним из самых сложных моментов многие начинающие считают пикировку молодых ростков. Она необходима для успешного развития растений. И я уже говорила, что можно выращивать и без пикировки. Но так как я выращиваю все свои перцы с пикировкой, я могу вам очень подробно о ней рассказать и все показать. Пикировки подлежат крепкие и сильные ростки. Маленькие, слабые, хилые я выбраковываю. Вот это вот основная причина, по которой я всегда делаю пикировку рассады. Потому что у меня остаются, вот видите я высадила, у меня остаются только крепкие, здоровые, одинаковые ростки. Я вот здесь несколько, три посадила в самом крайнем ряду, но если они их не догонят, я их выкину. Рассада может быть разная. Сейчас покажу, может какой встретится росток. Даже если семена хорошие, прихорошие, они все разные, может встретиться и вот такой росток. Зачем он будет расти в лотке? Вот именно при пикировке я все сейчас их посмотрю и отбракую. И самое главное, при пикировке обратите внимание на корешки. Вот видите, у меня корешки все белые, здоровые, сильные. Если вы увидите хоть один коричневый корешок, хоть у одного сеянца, не высаживайте его сюда, в общую корневую, в общую, в контейнер. Уберите, лучше выбросите. Хорошего растения с него все равно не вырастет. Даже если вы его выходите, выходить его можно, конечно. Но зачем выхаживать больное растение, когда можно оставить только сильные? С больного растения вы никогда не получите хороший урожай. Я вот все снова показываю. Я беру лоток, маркирую, делаю вот так дорожки. Все это делается очень быстро, никаких проблем с пикировкой рассады нет. Делаю дорожки, беру растение в руки прям и начинаю смотреть. Хороший корень, вот корень длинный. Длинный корень я наполовину убираю. Загружаю посемидольные листики. Вот видите, уже мочалочка корня хорошо развита. Они у меня в фазе двух листьев. Хорошо развитые растенецы. И вот эти сильные, крепкие, здоровые я оставляю себе. А маленькие я выкину. Так, рассадили. Хочу опять снова напомнить еще раз, что я беру грунт слегка увлажненный. Общий полив перед пикировкой я здесь не делаю. Все это я делаю для того, чтобы избежать черную ножку. Если у вас ранние посевы, пожалуйста, не переувлажняйте. Как не создавайте себе проблем с последующим. Так вот, от точности вот этой операции зависит все дальнейшее развитие рассады. Поэтому вот весь этот процесс, это я быстро раз-раз-раз растолкала. Но весь этот процесс нужно проводить очень аккуратно. И главное, точно соблюдая сроки пикировки. И потом условия ухода после пикировки. Я позже расскажу. Сейчас я расскажу, зачем нужна вообще эта пикировка. Вот зачем возиться с ней. Пикировкой вообще, если кто не знает, называется пересаживание вот этой вот подросшей рассады, которая у меня загущена по саду, из общего контейнера или в отдельные горшочки, или в другую емкость, но с более, как сказать, на большое расстояние, посвободнее немножко. Обычно эта процедура проводится на стадии образования первого или второго настоящего листа. Вот у меня два настоящих листа. Можно было сделать и раньше. Вот в это время, когда у них один или два настоящих листа, сеянцы как раз полны жизненных сил. Это помогает им прижиться в новых емкостях, не болеть и незамедлительно тронуться сразу в рост. Некоторые огородники считают, что пикировка рассады сладкого перца замедляет развитие саженцев. Корневая система сладких перцев очень хрупкая и растения болезненно переживают любые повреждения. Да, действительно, перец он немного понежнее и покапризнее, чем томаты. Но, однако, сторонники пикировки уверены, и я в их числе, я тоже сторонница пикировки, что процедура эта способствует закалке и укреплению растений. А небольшая задержка в росте только полезна. Она не дает нашим саженцам преждевременно вытягиваться. Вот я посеяла рано в конце января. Если бы я не сделала пикировку, они бы сейчас пошли-пошли-пошли в высоту и были бы высокие вот такие. А сейчас они у меня будут коренастенькие, крепенькие. И небольшая задержка как раз мне способствовать будет. А при соблюдении сроков высаживания семян никаких проблем с развитием рассада не происходит. Я вам потом покажу, как будут чувствовать себя растения через неделю после пикировки и через полмесяца. Но снизить травматичность, если вы боитесь травмировать, поможет более ранняя пикировка перца сладкого, которая проводится на стадии семидольных листочков. Вот такая вот, вот два семидольных, когда листика появляется, уже можно распикировать. Именно такой способ используют в промышленных теплицах. Он гарантирует очень высокий процент приживаемости. Потому что вы же понимаете, если кто сеет в больших объемах, ясно, что они не будут сразу в отдельные горшочки, да по два семечка. Это нерентабельно. Высевает вот такие вот поля, большие контейнера. И потом, как только перцы появились, аф, зашли все. И их начинает быстро пикировать. Вот в фазе таких двух листочков тоже можно пикировать. Я потом вам покажу, буду свои пикировать. Но ранняя пикировка перца болгарского требует строгого контроля за температурой. И обязательно досвечивать растения, потому что они очень маленькие. Про сроки пикировки сейчас поговорю. Обычно пикировка перца проводится через 15-20 дней после высевания семян. Но тут вы уже смотрите сами. Вы смотрите или по количеству листьев, или по внешнему виду. И еще главное, когда вы будете пикировать, то будьте очень осторожны вот именно с выемкой рассады. Я вот вынимаю так. Я вот вынула кусочек. Потихоньку-потихоньку убираю с них землю. Вот он, видите, вот он все сеянется с корешком. Корень хороший, здоровый, белого цвета. Я его укорачиваю немножко, чтобы он вширь, боковые образовывались. Заглубляю до семи долей. И чуть-чуть присыпаю, чтобы он не болтался, а стоял. Сейчас буду проводить полив. И обратите внимание, что снова я сплошной полив не буду делать. Я стараюсь, чтобы почва была как можно менее влажная. Чем менее у вас здесь будет влаги меньше, тем меньше у вас будет здесь всяких грибковых заболеваний. И хотя кто-то там пишет, везде говорят, что перец не образует на стволике, на своем дополнительной корне. Все он образует. Сейчас мы его, когда вот так до семи долей заглубим, вот видите, уже пошли. Вот этот весь стволик будет в корешках. Это будет дополнительная корневая система. Поэтому после пикировки, обычно рассада, она выносливее и крепче. Вот полив у нас. Я слабым розовым раствором марганцовки поливаю под корешок, под корешок. Вот так вот по этой же, вот у меня была здесь как бороздка. По этой же бороздке я опускаю воду. Стараюсь, чтобы вот эти вот валы между рядами, они были не мокрые, не смоченные. Не нужно лишний раз увлажнять рассаду. Не нужно. Ну и вот все. Основные моменты я сказала. Перед пикировкой растения вот эти, конечно, хорошо полить. Лучше заранее, ну как накануне, можно за час-за два. Выкапывать из сухого грунта запрещено строго, потому что можно травмировать вот эти нижние корешки. Растения слегка только поддевать. Я вот как вам показывала, я вот как прям, как кусок торта, слегка вот так поддеваете. Нельзя вот брать за это, как сказать, вот так за стволик никогда не берите. Обломятся нежные, маленькие, у вас может быть еще меньше они будут. Все берете, выкладываете, осторожно убираете землю, прям все это вручную. Я не знаю, кто-то работает в перчатках, я всегда это делаю руками, потому что чувствуют пальцы все, ничего не сломаешь, не все. Все тянуть за стебельки нельзя, запоминайте. Потом можно заполнять горшочки, не обязательно вот в лотке, можете в отдельные горшочки распикировать. По такому же принципу. Берете сеянец, укорачиваете немного, заглубляете в горшочек по семидоли землей и чуть-чуть поливаете. Если земля в горшочке сильно осядет, сверху можно потом сухого грунта подсыпать на следующий день. Желательно ставить без подгибания, чтобы корешков. Рассаду нужно, как рекомендуют специалисты, заглублять достаточно туда, далеко в землю, до семидольных листьев. Кто-то говорит, что так нельзя, что нужно их так же, как они росли, так и заглублять. Это неправда, читала много научной температуры. Вот до этих семидолей я их засаживаю. Потом, конечно, они немного опадут, но все равно вот эту всю длину стебля, где он у меня, сейчас покажу. Всю вот эту длину стебля нужно заглубить в землю. Вот так убираю корень и вот так заглубляю. Все. Ну вот вам стоит попробовать оба способа, когда вот такие взрослые в фазе двух настоящих листьев и в фазе двух семидолей. И вы потом поймете, какой вам больше нравится и выберете. Ну а дальше все просто. Контейнер устанавливаем на хорошо освещенное место. Я поставлю на стеллаж, кто-то на подоконник. И первые дни нужно, если сильно у вас солнечные лучи, если попадет на погоду уже жаркую, то нужно притенять. После пикировки первые 4-5 дней поливать нельзя. Не нужно. Первый полив не раньше, чем на пятый день. Потом поливать один раз в 5-6 дней. Вот я поливаю раз в неделю. Но чем меньше горшочки у вас, стаканчики, тем быстрее пересыхает земля. Поэтому, возможно, в стаканчиках вам придется поливать почаще. Поэтому я выбираю пикировку в лотки. Я поливаю раз в неделю и все. Я знаю, что я в воскресенье всех полила. Я неделю могу про них не расстраиваться. Земли много, она высыхает не быстро. Ну и для доступа к кислороду, как обычно, я всегда немножко рыхлю вот эти междуряди. Это обязательно, потому что тут корочкой покрывается. Будет тоже рассаде плохо. И вот при соблюдении всех этих несложных правил ухода, даже начинающий огородник сможет распикировать, рассадить, посадить и вырастить здоровую, крепкую рассаду перца и рассчитывать на богатый урожай. Вот этот краткий видеоурок для самых-самых начинающих, кто еще не может решить, с пикировкой садить перец или без пикировки. Я хочу вас успокоить. Ничего сложного в пикировке нет. Пикировка это, во-первых, отбраковываем все больные маленькие растения. Во-вторых, проверяем корневую систему, чтобы у нас остались лучшие из лучших. Только вот самые лучшие, самые крепкие сеянцы дадут нам хороший урожай. Мы хилах выхаживать не будем. Выходить их несложно. Но зачем держать больную, слабую рассаду, когда можно выбрать самую сильную? Посеять чуть больше и отобрать самые лучшие. Пикировка это верный способ отсортировать самые сильные растения. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Буду дальше пикировать. Потом, когда буду пикировать в фазе 2-7 долей, я вам еще раз проведу, как еще одну видеосъемку, еще один видеоурок. И покажу, как я пикирую. Вот такие, когда они совсем крошечные, только взошли. Такие тоже можно пикировать. Приживаются идеально. До свидания. До свидания.